Эжен Сю – это французский писатель, билитрис, основатель уголовно-сенсационного жанра в массовой литературе. Эжен Сю родился 26 января 1804 года в Париже в семье богатого врача Жанна Жозефа Сю и Мари Софи Дерильи. Его отец был знаком с Наполеоном и работал лечащим королевским врачом. Он хотел, чтобы его сын Эжен Сю также стал врачом. И поэтому молодой человек окончил медицинскую школу, а затем стал судовым хирургом. Однако свою профессию он не любил. Ему больше нравилось писать. Первыми произведениями Эжена Сю были морские романы. «Пликий плог», «Кукарача», «Морской разбойник», «Кернок пират», «Атар гюль» и другие. После смерти отца Эжен Сю получил наследство 80 тысяч франков и малую на то время сумму. В Париже писатель вел светскую жизнь, посещал салоны, различные мероприятия и даже состоял в жокей-клубе. Он всегда красиво одевался и блистал своим остроумием. Сю любил играть роль циника, пессимиста, уставшего от жизни. Очень скоро писатель приобрел огромную популярность в буржуазных кругах. В начале своей карьеры, кроме морских романов, Эжен Сю писал пьесы. В них он восхвалял монархию и католическую церковь. Но со временем его политические взгляды изменились. Наблюдая за светской публикой, он пришел к неутешительным выводам. Он начал высмеивать высшее общество, обличать его пороки. И в произведениях Эжена Сю все больше стали встречаться социальные мотивы. В 1840 году Эжен Сю выпустил роман «Жан Кавалье», в котором рассказывается о повстанцах кугенотах. А затем в свет вышел другой роман под названием «Матильда», где он крайне негативно отзывался о нравах французского дворянства и буржуазии. Это произведение вызвало недовольство со стороны высшего общества. Эжена Сю изгнали из всех парижских салонов. Некоторые недоброжелатели писателя даже провернули денежную аферу, в результате которой Сю потерял все свои деньги. Тем временем Сю все больше стал поддерживать идеи социализма. Для того, чтобы лучше узнать жизнь простого народа, писатель переоделся в одежду бедняка и пошел в парижский квартал, в котором проживали нищие и больные. Именно там он встретил прототипов своего будущего романа «Парижские тайны». «Парижские тайны» — это первый социальный роман Эжена Сю. Произведение было опубликовано в 1842 году в газете «Журналь де Деба». По форме оно было похоже на современный сериал. В каждом из номеров печаталась лишь часть романа, и она всегда заканчивалась на самом интересном месте. Эжен Сю ярко и подробно описывал жизнь нищего парижского квартала. Писатель показывал своим читателям не блистательный Париж, а совсем иной город, в котором проживали нищие, больные и отверженные обществом люди. Главный герой романа — Родольф. Он сильный и смелый человек. Родольф помогает всем обездоленным. Другая героиня романа — это Лилия Мария или Пивунья. Она падшая девушка, однако она в то же время благородна и чиста. На самом деле, по сюжету произведения, Пивунья является дочерью Родольфа, а тот, в свою очередь, совсем не простой человек. Он герцог Геральштейнский. Помимо Родольфа и Лилии Марии, в романе фигурирует большое количество других персонажей. Например, Маркис Дорвиль, Мэтр Буляр, Луиза Морель. Роман «Парижские тайны» имел немалый успех у публики. Неграмотные люди специально обучались грамоте, чтобы прочитать это произведение. Особую популярность роман приобрел у рабочих и ремесленников. Эжэнсю получал огромное количество писем, в которых читатели с восторгом писали о его романе. Некоторые даже сравнивали писателя с самим Иисусом Христом. Несмотря на популярность романа у публики, в художественном плане произведение было слабо. Писсарион Григорьевич Белинский довольно нелестно отзывался о романе «Парижские тайны». Он писал о нелепости сюжетных линий, непродуманности образов главных героев. Однако, с точки зрения морали, роман был ценным. Эжэнсю не только рассказал своим читателям увлекательную историю, но и поделился своими размышлениями насчет самых разных вещей. Он критиковал косность и несправедливость судебной системы, писал о праве женщин на развод, ведь в то время во Франции разводы были запрещены. Сю в «Парижских тайнах» приводил настоящие примеры из жизни. Он рассказывал о приговорах, вынесенных за воровство. Одному человеку, украшему старые поношенные вещи, дали 20 лет каторги, а чиновнику, который злоупотреблял своим служебным положением, дали лишь штраф в размере 25 франков и 2 месяца тюрьмы. Роман «Парижские тайны» стал одним из первых романов в уголовно-сенсационном жанре массовой литературы. К этому жанру можно отнести отверженных Гюго и петербургские трущобы Крестовского. Также было очень много подражаний Эжэны-сю. Один за одним выходили Лиссабонские, Неаполитанские, Берлинские и другие тайны. Произведение «Сю» повлияло и на русскую литературу. В частности, в романе Достоевского «Преступление и наказание» и в романе Чернышевского «Что делать?» есть отсылки к парижским тайнам. В 1844-1845 годах в кассете «Конституционель» вышел в свет новый роман «Сю» «Вечный жид». В книге рассказывался о жизни рабочих. Писатель критиковал классовое неравенство и пропагандировал идеи утопического социализма. Эжэн-сю также негативно отзывался о католической церкви в своем произведении. После выхода романа читатели разделились на два лагеря. Одни защищали автора, другие, наоборот, не поддерживали его идеи. Одни представители католической церкви всячески пытались оправдаться за то, какие мехи изобразил Эжэн-сю в своей книге. Другие же представители хотели предать писателя анафеме. 1848 год был одним из самых важных в истории Франции. Именно тогда была провозглашена Вторая Республика. Эжэн-сю активно участвовал в общественно-политической жизни. Однако он достаточно быстро разочаровался в идеалах республиканцев. В 1851 году писатель покинул Францию и отправился жить в Савойе. Там он начал писать новый роман под названием «Тайны народа». Также он напечатал памфлет, в котором подверг резкой критике католическую церковь. Это очень не понравилось церковным представителям Савойи. А в это же самое время во Франции появилась книга Эжэна-де-Мири Кура, где он выставил писателя в дурном свете. Последние годы жизни писатель провёл в городе Анси, а в 1857 году Эжэн-сю внезапно умер. Его похоронили достаточно быстро. Причина смерти писателя была не совсем ясна. Подвигалось много разных версий, однако они противоречили друг другу. Французский медик Франсуа Винсан-Распай предположил, что Эжэна-сю могли отравить. Позже выяснилось, что он был прав. Оказалось, что писателя отравили по приказу Наполеона III. Это сделала Мари де Сольм, двоюродная сестра императора. Она пыталась влюбить в себя Сю, и у неё это успешно получилось. А сам же Наполеон III после смерти Эжэна-сю запретил говорить о писателе.